Живопись в холле-отеле Телефонная будка в английском стиле Читальный уголок в холле-отеле Бар Комплекс зданий напротив отеля на оригинальных опорах Едем в старую часть города Дорожная молитва – первая и неотъемлемая часть нашей программы Пошли нам благословения в деяния наших рук И дай нам обрести расположение милости и милосердия в твоих глазах И глазах всех видящих нас И услышь голос молений наших Ибо ты Бог в нем ночи молитвы и мольбе Благословен ты Господи в нем ночи молитвы Амин Молитвы и милосердия в твоих глазах Молитвы и милосердия в твоих глазах Вот посмотрите, какая улочка Молитвы и милосердия в твоих глазах Молитвы и милосердия в твоих глазах Статуя Пилигрима Статуя Пилигрима на одной из площадей города Отметим, что в Галиции много скульптур, изображающих паломников Далее идем ножками Проходим церковь Сан-Франциско Монастырь был основан здесь в 1214 году Во время визита Франциска Осыского Учредителя Ордена Францисканцев Тут же рядом монумент, посвященный Святому Франциску Мы видели этот монумент с закрытым строительными лесами Он был на реставрации Идем по улице Сан-Франциско В этом здании расположен медицинский факультет Фронтон над входом в это здание Напротив медицинского факультета Тротуар значительно возвышается над уровнем улицы С этой стороны расположены небольшие магазинчики Кафе-бар и продажа традиционных продуктов Один из магазинов предлагает бесплатно Попробовать традиционные галисийские сладости Наша группа интенсивно их дегустирует Это боковая сторона Бывшей больницы католических королей Ее фасад выходит на плаца Добродора К которой мы идем Слева перед выходом на площадь Расположен дворец Гелмиреса Построенный в XII веке В качестве резиденции для тогдашнего архиепископа Которого звали Гелмирес Сейчас в дворце Гелмиреса музей Выходим на площадь Добродойро А это фасад больницы католических королей Ныне отель Сити Парадор Центр площади Добродора На который выходит главный фасад собора Мои надежды на то, что сегодня освещение будет лучше, чем вчера вечером Когда мы были здесь же Не сбылись Погода такая же пасмурная И временами также накрапывает дождик С центра площади делаю видеопанораму Больница католических королей А сейчас пятизвездочный отель Сити Парадор Дворец Роксои В котором располагается правительство Галисии И муниципалитет города Над фронтоном Скульптурная группа Изображающая святого Якова на коне Поражающего мусульман На самом фронтоне Похоже тот же сюжет Здание коллегии Сан-Иронима Основано в 1501 году Для бедных студентов Над входом На обрамляющих дугах Изображена Богородица с младенцем В окружении святых А фигуры на плоской части Символизируют непорочное зачатие И наконец Главный фасад собора Детали центральной части Фасада собора Заканчиваю замкнутую Круговую панораму Площади Добро-Дойро Теперь мы у входа в собор Начинаем с осмотра музея собора Тумба Со свидетельством того Что в 1985 году Комплекс собора Из старого города Признан ЮНЕСКО Объектом всемирного наследия Отметим Что среди стран Европы Наибольшее количество Таких объектов В Италии 50 На втором месте Испания 44 объекта А на третьем Франция 38 объектов В этом музее Собраны Археологические экспонаты Архитектурные фрагменты В том числе Связанные с историей собора Предметы Используемые При богослужении И тому подобное Фрагменты Каменного хора Собора Работа мастера По имени Матео Трехмерная реконструкция Каменного хора Как он выглядел До 1600 года Гранитные лошади Из сцены Богоявления В украшении Старого хора Каменного хора Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Квадратный двор Скрытой галереей По периметру В полу галереи Захоронение Колокола собора В конце первого тысячелетия Арабы захватили Кампостелу Разрушили церковь С гробницей Святого Якова И отправили колокола Этой церкви В Кордову Колокола несли Христианские рабы Когда Кордова Была освобождена От арабов Колокола были возвращены Но в Толедо Собор был построен Место разрушенной Рабами церкви И освящен В 1211 году В 2011 году В честь 800-летия Освящения собора Была сделана Эта стальная скульптура Она представляет собой Изогнутый крест Который напоминает Одновременно И цифру 8 И два нуля Теперь идем В капеллу реликвий И Королевский пантеон Изображение Святого Якова Борца с маврами Теперь переходим В собственный собор Главный алтарь собора Теперь давайте посмотрим Где находятся Мобилы Казахстан Трубы органа Размещены В центральном нефе Слева и справа Причем часть труб Установлена вертикально А часть горизонтальна Гробница святого Якова Конечная цель паломничества Она находится под алтарем В глубине За решеткой Можно увидеть Реликварий Со священными Останками апостола А это снимок А это снимок Между прутьями Решетки Оплакивание Христа В капелле Мон Драгон Капелла Носа Синьора Бранко Святые врата собора Святые ворота Открываются тогда Когда праздник Святого Якова 25 июля Выпадает на воскресенье Это случается Один раз Через промежутки Времени От 5 до 12 лет Напоследок Еще раз Главный Алтарь собора Вышли на площадь Куинтано Стена монастыря Сан Пайо Де Анте Алтарес Основанного в 9 веке На стене Огромный крест И памятная плита В честь героев батальона Сформированного из студентов Погибших в войне С наполеоновскими войсками В 1808-1810 годах Теперь мы на площади Серебряных дел мастеров За фонтаном С четырьмя лошадьми Видим касса Докобилдо Здание, построенное В 1758 году В стиле Галисийского барокко Украшение фасада собора Выходящего на площадь Сертификация 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 Сертификат о паломничестве К святому Якову Сувениры в витрине Традиционные продукты Галисии. Подошли к дворцу архиепископа Алонса III Фонсека, построенного в XVI веке. Сейчас здание используется как библиотека. Заходим в подратный двор, скрытый замкнутой галереей. В центре памятник Алонса III де Фонсека установлены вознаменования 500-летия местного университета, в развитии которого Фонсека сыграл большую роль. Церковь Сан-Фруктуоза. К ней подошли еще раз ради туалета, находящегося рядом. А это народное творчество.